Всем привет, это Техноарена, канал посвященный современным смартфонам и другим гаджетам. И здесь вас как обычно ждет множество видео обзоров на тему новинок и популярных моделей на рынке мобильных устройств. Надеюсь, что вам у нас понравится и вы останетесь с нами надолго. Героями нашего сегодняшнего обзора стали актуальные смартфоны с ценником в пределах 600 долларов, которые входят в число лучших в своей ценовой категории. Я подготовил для вас подборку из шести топовых моделей с отличным соотношением цена-качество и в рамках обзора я расскажу вам, чем именно они примечательны. Основные характеристики этих гаджетов вы увидите на экране, а узнать все интересующие подробности о понравившихся моделях вы сможете по ссылкам на проверенные интернет-магазины, которые я размещу для вас в описании под роликом. Итак, желаю вам приятного просмотра, буду очень благодарен за лайк и коммент, а также подписку на наш канал. А чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите на колокольчик. Переходим к обзору. Открывает топ максимально сбалансированный среднеклассник OnePlus Nord 2 5G с конфигурацией памяти 8 плюс 128 гигабайт. У этого смарта есть все, что понравится даже придирчивому пользователю, начиная от незаоблачной стоимости до классного оснащения и флагманских характеристик. Он обладает отличной тыльной камерой, одной из лучших по качеству съемки в этом ценовом сегменте. Тройной модуль возглавляет сенсор Sony IMX 766 на 50 мегапикселей с оптостабом и мультиавтофокусом. Его дополняют ультраширик 8 мегапикселей с EIS и монохром 2 мегапикселя. Камера оснащена двойной LED вспышкой, поддерживает цифровой зум до 10 крат, а также умеет снимать ролики 4К при 30 фпс, слоу-мо до 240 фпс, таймлапсы и двойное видео. За производительность гаджета отвечает мощный 6-нанометровый 5G процессор Dimensity 1200 AI от Mediatek с тактовой частотой до 3 ГГц и неплохим графическим чипом. К дисплею также сложно придраться. Здесь установлена качественная 90-герцевая флюид-амолед панель 6,43 дюйма с поддержкой HDR10 Plus и функцией AOD. Как и у всех смартов в этом топе, экран имеет разрешение Full HD Plus 2400 на 1080 пикселей. В экран встроены оптический дактилоскоп и селфи-камера 32 мегапикселя, представленная сенсором Sony IMX615 с EIS. Smart полностью заряжается всего за полчаса благодаря поддержке суперскоростной зарядки 65 Вт и двухсегментной батареи на 4500 мАч. Два встроенных энергоблока по 2250 мАч обеспечивают гаджету суточную автономность при активном использовании, которая присуща и моделям с более солидным аккумулятором. Что еще? Smart работает на свежем Android 11. Флэш-память быстрая формата UFS 3.1. С обеих сторон гаджет защищен стеклом Gorilla Glass 5, есть Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 и, как у всех смартов в подборке, предусмотрены NFC, шумодав и стереодинамики. Если очень хочется найти недочеты, можно придраться к отсутствию поддержки карт памяти. Двойной слот здесь не гибридный. Беспроводной зарядки, телеобъектива, миниджека и влагозащиты. Боковая рамка пластиковая, а разъем USB Type-C поддерживает только протокол не первой свежести USB 2.0. Но едва ли эти спорные недостатки могут быть весомее достоинств этой модели. Следующий интересный среднеклассник – это Samsung Galaxy A72 с конфигурацией памяти 8 плюс 256 гигабайт. В отличие от только что рассмотренного гаджета OnePlus, этот смарт может похвастаться наличием влагозащиты IP67, миниджека и двойного гибридного слота с поддержкой microSD до 1 терабайта. При этом он практически не уступает Nord 2 по качеству дисплея, а по качеству камеры, пожалуй, даже превосходит. Один из лучших представителей А серии бренда обладает классным 90-герцевым S-AMOLED-экраном 6,7 дюйма с функцией AOD, встроенными оптическим дактилоскопом и фронталкой 32 мегапикселя. Но главное его достоинство – это основная квадрокамера, состоящая из ширика 64 мегапикселя, ультраширика 12 мегапикселей, телевика 8 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом и макросенсора 5 мегапикселей. Главный модуль и телевик получили оптостап и PDF. Тыльная камера умеет снимать видео 4К при 30 фпс и слоумо до 240 фпс. Поддерживает цифровой зум до 30 крат и в целом имеет расширенные возможности. Модель оснащена таким же разъемом USB Type-C, работает на андроиде 11 и спереди защищена стеклом Gorilla Glass 5. Батарея здесь более емкая – 5000 мАч, но зарядка 25 Вт. Спинка смарта так же, как и боковая рамка, выполнена из пластика. Bluetooth представлен версией 5.0, поддерживается Wi-Fi 5. Но главное, в чем эта модель проигрывает смарту OnePlus – это железо в виде 8-нанометрового чипсета Snapdragon 720G с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Далее в топе размещается Xiaomi Mi 10T с конфигурацией памяти 8 плюс 128 ГБ. Этот предфлагман построен на мощном 7-нанометровом 5G-процессоре Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и примечателен своим быстродействием, чему немало способствует скоростная память форматов LPDDR5 и UFS 3.1. Поддержки карт памяти нет, слот двойной, не гибридный. Батарея здесь 5000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Smart получил эффектный IPS-экран 6,67 дюйма с адаптивной частотой обновления от 30 до 144 ГГц, поддержкой HDR10+, и встроенной фронталкой 20 Мп. Основная камера представлена тремя сенсорами – это главный модуль Sony IMX682 на 64 Мп с AF, ультраширик 13 Мп и макрообъектив 5 Мп. Камера оснащена цифровым зумом до 10 крат, а также поддерживает съемку видео в 8К при 30 фпс и слоу-мо до 960 фпс. Здесь имеются удобный боковой дактилоскоп, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, их датчик и LED-индикатор уведомлений. С обеих сторон смарта установлено защитное стекло Gorilla Glass 5, боковая рамка алюминиевая. Еще один классный смарт, созданный на том же Snapdragon 865, что и рассмотренный Xiaomi, это OnePlus 8T с конфигурацией памяти 12 плюс 256 гигабайт. Ссылки на этот и другие смарты из данной подборки вы найдете в описании под роликом. Помимо мощного железа, субфлагман может похвастаться эффектным 120-герцевым флюид-амолед-экраном 6,55 дюйма с поддержкой HDR10+, функцией AOD, встроенными оптическим дактилоскопом и фронталкой 16 Мп, а также классной основной квадрокамерой. В ее состав входят ширик 48 Мп, ультраширик 16 Мп, макросенсор 5 Мп и монохром 2 Мп. Главный модуль представлен сенсором Sony IMX586 и примечателен оптическим и электронным стабом. Также стоит отметить улучшенную обработку кадров, мультиавтофокус, двойную LED-вспышку и поддержку съемки видео 4К при 60 фпс и слоу-мо до 480 фпс. Батарея и мощность зарядки здесь такие же, как и у модели Nord 2, зато разъем поддерживает протокол USB 3.1. Здесь свежий Android 11, быстрая флэш-память формата UFS 3.1, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Слот не гибридный для двух симок. С обеих сторон смарт защищен стеклом Gorilla Glass 5, а вот боковая рамка здесь алюминиевая. Продолжает подборку Samsung Galaxy A52 с конфигурацией памяти 8 плюс 256 гигабайт. По сути, это упрощенная версия упомянутого ранее A72. От своего старшего брата данная модель отличается лишь меньшими размерными параметрами, меньшим экраном 6,5 дюйма, меньшей батареей 4500 мАч, наличием в составе основной квадрокамеры датчика глубины 5 Мп вместо полезного 8-мегапиксельного телевика и поддержкой 10-кратного цифрового зума вместо 30-кратного. В остальном же смарт идентичен своему родственнику. Завершает топовую подборку классный недофлагман OnePlus 9R. Он может иметь 8 или 12 гигабайт оперативки и 128 или 256 гигабайт флэш-памяти, представленный шустрым форматом UFS 3.1. По большинству своих характеристик этот смарт идентичен родственной модели 8T. Ключевым отличием гаджетов друг от друга является железо. Этот смарт построен на еще более мощном 7-нанометровом 5G процессоре Snapdragon 870 с тактовой частотой до 3,2 гигагерца. В остальном же модели являются близнецами. Здесь установлен тот же экран, те же сенсоры камеры, такая же батарея и так далее. Вот мой обзор и подошел к концу. Благодарю всех за просмотр, надеюсь, что вы поставите лайк этому видео. А если вы еще не подписаны на наш канал, приглашаю вас подписаться прямо сейчас. На техноарене для вас всегда подготовлены видео с обзорами и сравнениями актуальных смартфонов и не только. Если вам не безразличны современные мобильные гаджеты, присоединяйтесь. Смотрите видео от нашего канала и не забывайте ставить лайки и писать комменты. Оставайтесь с нами, впереди еще много интересного. Свежий ролик выйдет уже совсем скоро, если не хотите пропустить, жмите на колокольчик, тогда ни один новый выпуск от техноарены не пройдет мимо вас. На этом пока все, напоминаю, что ссылки на все смарты из этого топа ждут вас в описании под видео. Всем спасибо за внимание, до новых встреч на нашем канале, жду вас снова на техноарене, всем добра и удачи, пока!